И произошел спор между пастухами стада Авраама и пастухами стад Лота. И в той стране обитали тогда Кнаанэрии и Презеи. И сказал Авраам Лоту, пусть не будет распри между мною и тобою, и между моими пастухами и твоими пастухами, ведь мы словно братья. То есть человек начинает разделять в себе эти два свойства, которые называются Лота, которые называются Авраам. И он считает, что не может сейчас еще исправить этого свойства Лот в себе. И поэтому должен разделить между плохими и хорошими свойствами. Он еще не понимает, как с помощью плохих свойств достигать той же высшей цели. Он еще не в состоянии этого сделать. Так всегда у нас. Если у нас есть какие-то качества, с которыми мы не можем правильно действовать, тогда нам лучше их обрубить, их не использовать, законсервировать, идти вперед, когда у нас появятся сильные, хорошие свойства, тогда мы можем вернуться снова к этим качествам и уже их исправлять. Поэтому в настоящее время человек не в состоянии с помощью свойства, которое называется Авраам, исправлять это свойство, которое называется Лот. И поэтому он разделяет их в себе. Он считает все эти силы или пастухи Авраама эти, которые пасут, так сказать, это все свойства. Интересно, интересно. Относящиеся. Нет, это очень тяжело внутри. Это целые системы управления нами. Это пастухи Авраама. Да, конечно. Указывающие дорогу, ведущие различные наши желания, свойства. Это называется стадом. А пастух, который ведет, это все... Красиво. Да, это все красиво, но это все... Внутри нас очень много животных таких, красных, которые надо вести. Так вот, вести к правильной цели могут пастухи Авраама. Пастухи Лота не могут. У них другие совершенно цели. И вот возникает между ними внутреннее это распря, внутри человека. И он не знает, что делать. И поэтому Тура советует раздели. Оставь их, скажи ему, давай отделимся друг от друга, и все. А потом встретимся когда-нибудь, будем лучше разделиться, чем жить во вражде. А сейчас мы пока еще не достигли между собой такого трения. То останемся все-таки родственниками нормальными, и все. В следующий раз, когда произойдет еще... Авраам придет спасать Лота и его жену, и все это будет еще впереди. А пока, именно благодаря тому, что они разделились, они остаются, так сказать, родственничками, что называется. То есть человек понимает, что внутри него находятся эти две силы, и он с одной из них может правильно идти к Творцу, а другую он пока что консервирует. Но я вижу вот решение за Авраамом. Авраам говорит, ты пойди туда, а я пойду туда. Потому что это ведущая сила, которая понимает, что вот с этой, со второй стороной еще пока ничего не может сделать. Потому что Авраам вообще слаб. Он всего лишь первый из возникших в человеке свойства по пути к Творцу, еще не окрепшие. Авраам вообще все это свойство работает над эгоизмом. Он не может работать с эгоизмом самим, поэтому с Лотом он не может совладеть. Он приподнимается и говорит, давай отделимся. Когда у него появляется следующая ступень, уже Ицхак, это сын, сын, это следующая ступень за отцом, включающая в себя отца, тогда у него уже появляется большая сила. И то недостаточная. Практически только Яков, он уже может бороться со всеми отрицательными свойствами и побеждать их.